Душкевич Казимир Иосифович Из маленькой белорусской деревни Лапичи К началу войны успел закончить только 7 классов Рос большой семье без отца Помогал растить сестер и братьев Старшие уже бились на фронте с врагом Казимир только в 1944 году взял оружие С боями прошел он всю Польшу до самой Германии Получил тяжелые ранения Ордена славы и отечественной войны Весть о нашей великой победе нашла его в 19 лет На больничной койке под Краковом В августе 1944-го он попал на фронт Первый белорусский фронт Стрелковый полк, пехота Но это было не передовая А был так называемый второй эшелон Они шли за 2-3 километра от фронта И уже столько, сколько проходил фронт Они проходили такое расстояние ночью Дедушка рассказывал, что приезжала машина Каждый день и забирала столько, сколько погибло и ранило Столько их забирали и уже кидали на фронт Уже подлюбленным дедушка принял свой первый бой Так они форсировали реку Висла И добрались, ну прошли с боями всю Польшу И добрались до реки Одер При форсировании реки Одер Он со своими друзьями в то время, которым он дружил Это Ларочкин и Шапоров Они переправились в первой лодке На другой берег Одера И им удалось окопаться Но немцы заметили переправу наших войск И начали обстрел Массированный обстрел из пулемета Дедушка вместе со своими друзьями Начал обстреливать ближайшую пулеметную точку Им удалось снять пулеметчика Но в это время их накрыло немецким огнем из минометов Дедушка был очень сильно ранен Он не смог дальше двигаться И ждал уже, пока его найдут, обнаружат санитары Очень много погибло его друзей Которые призывались вместе с ним И он рассказывал, что когда его ранило тоже Вместе с ним ранило пунктом взвода Ему оторвало ногу И пока они дождались, конечно, пока дождались помощи И переправили их на тот берег, он умер И очень сильно ему это врезалось в память Победу он встретил в этом же польском городе Камеш В госпитале Он рассказывал, что была большая палата Почти все были лежачие Только один был боец ходячий И для того, чтобы послушать радио Она очень тихо работала Находилась на высоте двухэтажной кровати Этот боец, для того, чтобы послушать это радио Забирался на эту кровать Прикладывал ухо И потом передавался в новости И 9 мая 1945 года Услышал вновь, что победа Закричал «Ура, победа!» Я бы хотела, если бы у меня был сын Я бы хотела, чтобы он был именно такой, как дедушка Именно мужчиной Я могу с гордостью приехать в другую страну Сказать «Да, я отсюда, я из Беларуси Мой дедушка воевал, он победитель Мы не преклонились перед фашистскими захватчиками Мы остались свободными Музыка 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 Музыка